Добрый вечер! Как всегда в это время информационная программа Новоуральской обещательной кампании «Объектив». Сегодня четверг, 28 мая, в студии Никиты Евсии. Я и мои коллеги расскажем о наиболее важных событиях из жизни города. Коротко о главном. В Екатеринбурге вручили губернаторские премии. Среди 12 награжденных – директор публичной библиотеки Новоуральска Светлана Бартова. Во всей России проходит сдача обязательного для всех единого государственного экзамена по русскому языку. В нашем городе 476 выпускников проходили это испытание. ЖКХ для молодых. Вчера ученики седьмых классов посетили муниципальные предприятия «Электросети», где смогли выкнуть в суть работы этой организации. Сегодня отмечается День пограничника. Профессиональный праздник не только для российских погранцов, но и для бывших или настоящих военнослужащих стран СНГ. О том, как отметили этот день Новоуральцы, узнаете далее. По поручению Евгения Куевшева, руководитель администрации губернатора Сергей Пересторонин, вчера вручил премии главы региона работникам культурно-досуговой, библиотечной и музейной сфер по итогам 2014 года. Самой массовой, востребованной, доступной частью культуры Свердловской области является культурно-досуговая сфера и любительское творчество. Сегодня на территории области работают свыше 8 тысяч разных клубных формирований, в которых различными видами творческой деятельности занимается более 135 тысяч жителей Свердловской области. В нашей области работает один из крупнейших в России Свердловский государственный областной дворец народного творчества, на базе которого проходят фестивали и конкурсы регионального, российского и международного уровней. Творческая программа «Героям былых времен», подготовленная Дворцом народного творчества, стала лауреатом регионального этапа 4-го всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы» и с успехом была показана во многих муниципалитах Свердловской области в канун юбилея Великой Победы. Поддерживая культурно-досуговую сферу, мы тем самым создаем необходимую основу для творческой самореализации уральцев, развития патрического воспитания молодежи, гармонизации межнациональных отношений, пропаганды здорового образа жизни и укреплению института семьи. В статусе губернаторских премий вручаются в третий раз. Всего учреждено 12 премий в 9 номинациях по 40 тысяч рублей каждая. За значительный вклад в сохранение и развитие библиотечной сферы премия имени Анны Бычковой присуждена директору публичной библиотеки Новоуральска заслуженному работнику культуры Российской Федерации Светлане Бартовой. Эта высокая награда традиционно вручается самому авторитетному работнику, который внес заметный личный вклад в сохранение лучших традиций в работе библиотек Свердловской области. Сегодня нам удалось пообщаться со Светланой Бартовой и узнать, что значит эта награда для городской библиотеки и лично для нее. Для меня, безусловно, высокая честь получить премию губернатора Свердловской области. И должна сказать, что поскольку я работаю в команде всегда, то я прекрасно понимаю, что это награда всему коллективу библиотеки. Но главным компонентом успеха, это мое глубокое убеждение, является консолидацией двух единств. С одной стороны, это возможности и профессионализм библиотеки, а с другой стороны, это, безусловно, поддержка и уважение со стороны муниципалитета, руководства города. Вот если такая ситуация на территории есть, то тогда за библиотечное обслуживание конкретного населенного пункта можно не обеспокоиться. Это как интеллектуальная система, которая проходит через всю жизнь, города всегда. Это как муж и жена, которые всегда вместе. И тогда есть результаты сочетания. И в Новоуральске, в Новоуральском городском округе именно такая ситуация. И у нас в городе и библиотекари, и наше руководство знают и разделяют полностью новое видение ЮНЕСКО публичной библиотеки. Библиотайм – это одна из тех форм, которой я, безусловно, горжусь. Безусловно. То, что мы привезли это в город, и то, что молодежная городская администрация с удовольствием это подхватила, и я позиционирую это, безусловно, второй год уже, как городской молодежный проект, и я готова отдать нашу площадку. То есть мне важно, чтобы было понятно, что да, действительно, библиотайм работает на территории библиотеки. По словам Сергея Пересторонина, лучшие профессиональные традиции библиотечного дела на Среднем Урале не только сохранены, но и приумножены. Сегодня в Свердловской области действует 878 сельских, городских и областных библиотек. Библиотечный фонд превышает 16 миллионов экземпляров, а количество читателей превышает миллион человек. По количеству библиотек, объему книжного фонда, количество читателей Свердловской области входит в первую десятку субъектов Российской Федерации. Лидерские позиции наши библиотеки занимают и по уровню компьютерной оснащенности, внедрению современных технологий, созданию электронных каталогов, виртуальных читальных залов. Сегодня российские школьники сдавали обязательный предмет – русский язык. В Новоуральской пункты проведения ЕГЭ – 40-я, 48-я школа, гимназия 41 и лицей номер 58. Сегодня наша съемочная группа побывала на экзамене и узнала, с каким настроением выпускники пришли на ЕГЭ. На пункты проведения ЕГЭ выпускники пришли за час до начала экзамена. Перед сдачей первого обязательного предмета 11-ти классников напутствуют учителя, успокаивают и призывают не волноваться. Ночь перед экзаменом у выпускников прошла по-разному. Кто-то крепко спал, а кто-то до последнего повторял правила русского языка. Ой, плохо спали. Я очень хорошо спала, мне было так спокойно, я сегодня встала утром. Мне так весело, ура, сегодня русский язык. Я волнуюсь, боюсь. А скажите, в какие-то приметы верите? То есть там монетку, форточку открыть? Пятачок сегодня под левую пятку положили, с левой ноги будем в аудиторию заходить. Как бы нас столько готовили, так что мы достаточно пришли уверены. Но все-таки есть некоторые мандражи, это как решение на всю жизнь, ну то есть сейчас решаются наши жизни. Но в общем мы готовы, и мы уверены, что все будет, ну, хоть немного, да хорошо. А какой результат ожидаешь получить? Ну, ближе к самым большим баллам. Мне надо хорошо поступать. Ну, где-нибудь в 80-90, ну и может 100, может нет. Я пришла с чувством надежды на лучшее. Вообще я на позитиве, конечно, я тоже готовилась, много мне тоже нужны большие баллы. Я спала крепко и ничем не волновалась, пришла с чистой головой, потому что я готовила тебя весь год. Русский язык выпускники писали 3,5 часа. Результаты будут известны 8 июня. Для получения тестата нужно набрать 24 балла, а для поступления в ВУЗ не менее 36. Второй обязательный предмет – математика – пройдет в два этапа – 1 и 4 июня. Экзамен в этом году разделили на два уровня – базовый для тех, кому математика не нужна в ВУЗе, и более продвинутый – профильный. Напомним, ЕГЭ с 2009 года является в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в ВУЗ и проводится по 14-ти общеобразовательным предметам. Обязательными для получения тестата об окончании школы являются экзамены по русскому языку и математике. Остальные предметы участники сдают по выбору. Анна Акрамова, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. Декретом Совнаркома 28 мая 1918 года была учреждена пограничная охрана РСФСР. Тогда же было создано Главное управление погранохраны, в которое в полном составе перешли офицеры бывшего управления отдельного корпуса погранстражи России. Правоприемником этих структур стала Федеральная пограничная служба России, созданная указом президента 30 декабря 1993 года. С мая 2003 года ФПС России перешла в ведение ФСБ – пограничных войск России. В день пограничника принято производить возложение цветов и венков памятникам воинам, погибших в горячих точках. Несмотря на рабочий день, много жителей Новоуральска с семьей пришли к памятнику воинам-интраненциалистам, погибших в горячих точках, для того, чтобы отдать дань уважения тем, кто первыми, не жалея своей жизни и крови, отражали атаки противника на всех рубежах необъятной родины. Собравшихся приветствовал глава округа Владимир Машков. Всем низкий поклон, с праздником, всем здоровья, счастья, и чтобы вы свой военный, боевой, армейский опыт передавали нашим юным ребятам, кадетам и все, кто желает и служит в российских вооруженных силах, всем, чтобы и граница всегда была на замке, и в целом ни у кого не звуковал желания с востока, с запада, или с юга, или с севера попытаться снова напасть на Россию. Всех с праздником, здоровья, счастья! Также глава Новоуральска вручил более двух десятков наград в память о службе на государственной границе. Одна из наград была присвоена посмертно. Память ушедших товарищей почтили минутой молчания. На митинг пришли не только бывшие пограничники, но и воспитанники кадетских классов и патриотических объединений, которые провели показательные выступления. Своё напутствие молодому поколению сделал участник Великой Отечественной войны Константин Смирнов. Любите нашу Родину, защищайте её, и именно эту любовь к Родине передавайте своим детям, внукам. Закончило всё традиционным возложением цветов. Дальше пограничники отметят праздник в кругу своих семей и товарищей. Традиционно отмечаем с возложением венка, значит, создание почести погибшим на горячих точках. То есть приезжаем к чёрному тюльпану ежегодно. Ну, собираемся. Ребята все хорошие у нас. Мы стараемся собираться со своими друзьями, с теми, кто служил на границе, со служивцами. Ну, со служивцами, скажем так, у нас с этого города нету, у меня кто со мной служил, а по стране разбросаны. А так собираемся с ребятами, вспоминаем прошлые годы, разговариваем, общаемся. Кто с семьей, кто с детьми, вот как я сегодня. Служил я 98-й, 2000-й, Республика Дагестан, КПП, Тагиркент, Казмоляр, на самой границе Азербайджана, Дагестана. Ну, как-то что-то, ладно. После службы молодой человек, который приходит в армию, он становится мужчиной. А не служивший человек, он как бы остается, в принципе, мальчиком дальше. Человек взрослеет в армии, много осознает, много начинает понимать. Набирает обороты просветительский проект «ЖКХ для молодых». В его рамках для школьников проводятся экскурсии на предприятия жилищно-коммунального комплекса нашего города. Вчера ученики седьмых классов посетили МУП-электросети. Экскурсию сопровождала наша съемочная группа. Тему продолжит Антон Сапогов. Организаторы и сами не ожидали, что оживленный интерес к таким экскурсиям проявят и девушки. Больше 20 школьников пришли на познавательную прогулку в учебные классы и диспетчерский зал электросетей. Здесь им читали лекции об истории развития города и предприятия. Оказывается, место для постройки нашего города было выбрано в первую очередь с учетом наличия здесь мощных линий электроснабжения. Будущему заводу и городу требовались железная дорога, водоем и, конечно же, большие электрические мощности. Ребята внимательно слушали. Наш завод выпускал, допустим, запасные части для самолетов. Этот завод, проработав три года, выпустил достаточное количество необходимого оборудования для военной промышленности. В 1945 году решением Министерства машиностроения он был передан для того, чтобы на этом месте создать уже завод, так называемый Д-1, завод для выпуска определенной промышленности продукции, то есть для атомной промышленности. Рассказ об истории города плавно перетек в историю о предприятии и о профессии электромонтера. Это сложная, ответственная работа и одна из самых опасных в мире. В списке опасных профессий она находится на седьмом месте. На первом – рыбаки, на 24-м – пожарные. Электрик имеет дело со множеством непредсказуемых факторов. Поэтому каждый работник у нас должен обязательно проходить обучение методом оказания первой помощи людям, попавшим под воздействие электрического топа. Для этого у нас есть специальный тренажер, который перед вами представлен. Следом ребят повели на экскурсию. Рассказали, как устроены электрические провода, кабели и сети, откуда в наш город приходит электроэнергия. Показали специальную машину и сложное оборудование, которое позволяет с точностью до сантиметра находить разрывы подземного кабеля, не раскапывая траншею. Все оборудование самое современное и позволяет существенно экономить силы и время в случае аварии на электросетях. Затем школьников привели в святая святых предприятия, в диспетчерский зал. Сюда стекается вся информация о состоянии электросетей нашего города и прилегающих населенных пунктов. Есть специальность, да, где учат на диспетчеров. Ну, допустим, в Уральском федеральном университете считаются электрические сети и системы. Такая специальность. Где обучают диспетчеров? Не обязательно города на Уральска. То есть диспетчер, допустим, какой-нибудь подстанции ТЭЦ, АЭС, завода, да. Это не обязательно, только городских электрических сетей. Понятие диспетчера – это очень широкое понятие. Безусловно, такие экскурсии важны и нужны. Во-первых, учащиеся должны видеть, чем занимается наш город. Его перспективы, его развитие. И сегодня ребята это увидели. Они сегодня познакомились с профессией электромонтер, которую, естественно, слышали. Но они не понимают, какой действительно объем работы выполняют представители данной профессии. Сегодня мы это воочию увидели. Действительно познакомились с великолепным предприятием, которое действительно воспитывает прекрасные кадры. Мы увидели профессионалы своего дела. Нас пригласили на экскурсию, которая весьма познавательная. Нам рассказали значимость этой профессии, рассказали, как связать свою жизнь с этой профессией, какие надо закончить вузы, колледжи. Было интересно прийти сюда и узнать, а в этой профессии что-то новое для себя открыть. Может быть, в будущем буду ей заниматься. Антон Сапогов, Антон Палаев, Новоуральская обещательная компания. Детство глазами детей. Сегодня в сквере у Театра музыки, драмы и комедии состоялся конкурс детских рисунков, «Какими я вижу свое детство», организованный силами сотрудников управления внутренних дел. Подробности у Альвины Бабковой. Дети рисуют детство. Сквер у Театра музыки, драмы и комедии наполнился сегодня цветными детскими рисунками. Юные художники проявили свои творческие способности и воплотили в рисунках фантазии на тему детства. Конкурс был приурочен ко Дню защиты детей. В нем поучаствовали ребята из городских школ, реабилитационного центра «Радуга», центра внешкольной работы. Я нарисовал травку зеленую, облачко синее, нарисовал солнышко и сердечко. Детство – это самое лучшее время. Детство, когда можно там играть, веселиться, учиться. Радуга. Радуга, веселье, прогулки с родителями. Беззаботно. Ни школы, ничего. Солнце, зеленая трава, цветы, улыбки, забавные животные, герои мультфильмов, радуга – таким видят свое детство юные новоуральские художники. Учащиеся 45-й школы провели для всех участников мастер-класс по соблюдению правил дорожного движения. И даже начавшийся дождь не испортил отличного настроения и творческого духа всех участников. Все ребята получили за свои старания почетные грамоты и памятные подарки. Альбина Бабкова, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания. И в продолжении темы. В рамках акции «Правовая помощь детям», приуроченной к празднованию Международного дня защиты детей, сотрудниками правовой группы муниципального управления МВД России по Новоуральскому городскому округу 29 мая с 9 до 12 часов в телефонном режиме будет оказана бесплатная правовая помощь в форме консультирования детей и граждан. Звонки в указанное время будут приниматься по телефону 4 80 68. В первом квартале текущего года Уральский электрохимический комбинат направил на социальную поддержку работников около 50 миллионов рублей. По словам заместителя генерального директора акционерного общества УХК Александра Дудина, все обязательства социального характера, запланированные к реализации в первом квартале, выполнены в полном объеме. Среди наиболее актуальных и востребованных новоуральскими атомщиками социальных программ по-прежнему остаются программа «Тобровольного медицинского страхования», программа по оказанию материальной помощи работникам, а также жилищная программа для молодых специалистов комбината, уточнил Александр Дудин. Более полутора миллионов рублей за первые три месяца текущего года направлены на оплату санаторно-курортного лечения работников и их детей. Почти столько же на спортивные и культурные мероприятия с участием комбинатовцев. Самые серьезные статьи расходов – это поддержка ветеранов предприятия. Около 30 миллионов рублей было перечислено в первом квартале на социальную поддержку неработающих пенсионеров. 4,5 миллиона рублей на выплату по программе негосударственного пенсионного обеспечения. Система социальной поддержки работников ОХК бывших и настоящих находится в приоритете предприятия, являясь по-прежнему одной из лучших не только в Новоуральске, но и в Свердловской области в целом, отмечает Александр Дудин. Всего в 2015 году на социальные программы ОХК запланировано около 215 миллионов рублей. И о погоде на пятницу, 29 мая. Переменная облачность, небольшой дождь, ночью плюс 13, плюс 20. Днем ожидается до 27 градусов и выше нуля. Ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 78%. Сразу после выпуска новостей смотрите программу «Грани». Разговор с гостями в студии пойдет о шествии «Бессмертного полка» в Новоуральском городском округе 9 мая этого года. Не переключайтесь. Всего доброго. Новоуральская тщательная кампания с вами всегда. Тройное W. Новоуральск.тв Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова